МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Благодаря чистой прозрачной воде, зеленым берегам и немалому количеству рыбы, истра пользуется особым уважением среди столичных и подмосковных любителей рыбалки. Особенно неравнодушны к истре лещатники. Большинство рыболов-любителей ошибочно полагает, что на истринском водохранилище обитает лишь мелкий подлещик, часто именуемый фанерой, за исключительную худобу. Это неудивительно. Как правило, отдыхающие предпочитают ловить рыбу в светлое время суток на поплавочную удочку. В то же время рыболовы-спортсмены уже не раз доказывали, что на истре ловятся едва ли не самые крупные лещи в Подмосковье. Нередко на тех же местах, где днем клюет откровенная мелочь, ночная ловля на фидер позволяет выловить двух-трехкилограммовых геркулесов лещового племени. Как правило, ночная рыбалка начинается днем. Рыболовам необходимо сделать все необходимые приготовления еще до захода солнца. Во-первых, тщательно исследовать берег, изучить рельеф дна. Во-вторых, обустроить место и подготовить снасти. А в-третьих, приготовить прикормку и закормить место лова. Кроме того, следует морально подготовиться к встрече с серьезной добычей. Ночью любой человек уверенно себя чувствует только на освещенных участках. Понятно, что залить светом всю акваторию ловли не представляется возможным, поэтому рыболовам приходится перестраиваться на несколько иной набор используемых органов чувств, нежели днем. Принимать правильные решения помогают накопленный опыт и способность не спать в темное время суток. Ловля рыбы фидером – это активный способ рыбалки. Как показывает практика, спокойно сидеть на берегу и ждать поклевки далеко не всегда эффективно. Профессионалы советуют достаточно часто перезабрасывать снасть, даже если поклевок не было совсем. Как правило, некрупные подлещики и платва проявляют интерес к насадке уже с вечера. Однако с наступлением темноты поклевки мелочи происходят все реже и реже. Зато ночью начинается редкий, но меткий клев крупного подлещика и взрослого леща, который может продолжаться до самого утра. Непосвященному или начинающему рыболову ночная рыбалка может показаться слишком сложной. В темноте трудно не только насадить на крючок наживку или справиться с запутавшейся леской, но и проследить за поклевкой и вовремя сделать подсечку. На самом деле справиться с объективными трудностями опытному, подготовленному рыболову помогает специальное снаряжение. В качестве сигнализаторов поклевки ночью удобно использовать прищепки с каталитическими светлячками. Такая прищепка крепится к вивертипу, верхнему колену фидера. Важно проследить, чтобы прищепка была надежно закреплена, а светлячок не выпал во время резкой подсечки. Основная леска не должна зажиматься прищепкой. Это может затруднить вываживание рыбы. Для лучшей сигнализации некоторые рыболовы вместе со светлячком используют бубенчики. Правда, рыболовы-спортсмены считают это прерогативой любителей и на практике не применяют. Ночью удобно использовать налобный фонарик со светодиодами. Благодаря ему можно не только достаточно свободно ориентироваться на местности, но и без проблем насадить верткого мотыля или опарыша. Для ночной ловли леща успешно используются как животные, так и растительные насадки. В основном спортсмены ловят леща на так называемый бутерброд – тандем мотыля и опарыша. Наиболее распространенные насадки – земляные и навозные черви и различные каши. Перловка, геркулес, манка. В качестве прикормки все чаще используется готовая смесь, которую сдабривают небольшим количеством ванили, какао или жареных перемолотых семечек. Также можно добавить разваренную пшенную кашку, которую лещ очень уважает. А вот злоупотреблять добавлением в прикормку мелкого мотыля не рекомендуется, так как он может привлечь ершей и некрупного окуня, которые будут мешать рыбалке на протяжении всей ночи. На ночной рыбалке рекомендуется использовать монофильную флуоресцентную леску. Выглядит она несколько инфернально, особенно в сочетании со светлячком. Зато ее хорошо видно даже при слабом освещении. При ловле на фидер не стоит использовать более двух удилищ. Важно не количество, а качество. Можно обложиться и десяткам палок, но на половине будут пропущены поклевки. Лески обязательно перепутаются, а забросы уподобятся точечной бомбардировке водоема, что в темноте становится реальной проблемой. С двумя удилищами рыбалов может управиться эффективно и с комфортом. О том, что к месту лова подошел долгожданный крупный лещ, сигнализирует плавная, но уверенная потяжка. Знатоки утверждают, что поклевка леща и подлещика выглядит по-разному. Как ни странно, зачастую с большей энергией дергает именно мелочь. При вываживании крупного леща стоит обращаться с ним деликатно, я бы даже сказал нежно, и обязательно дать ему устать. Как только лещ поднимется на поверхность и глотнет воздуха, он замирает и прекращает дальнейшее сопротивление. Сложно сказать, почему это происходит. Юмористы утверждают, что у леща есть зачатки обычных легких. Поднявшись на поверхность, он неожиданно понимает, что умеет дышать не только в воде, но и на суше. Осознавая, сколь многое он мог бы совершить, если бы узнал об этом раньше, лещ, не совладав с нахлынувшими эмоциями, впадает в ступор. В этот момент его можно спокойно, без резких движений, завести в заранее приготовленный подсачек. Глядя на действительно крупный особь, невозможно поверить, что еще лет 20 назад местного подлещика рыболовы презрительно называли фанерой. Из-за высокой численности и недостатка корма лещ был мелкорослым и худым. Сейчас многое изменилось. В ловах лещатников все чаще встречаются настоящие трофеи, которыми не грех похвастать перед коллегами. Специалисты-лещатники отмечают, что поимки трофейных экземпляров часто случаются около двух часов ночи и под утро, поэтому пока клева нет, самое время насладиться тишиной и спокойствием, подышать свежим чистым воздухом вдали от душной суеты города. Поговаривают, что на успех ночной ловли значительное влияние оказывает луна. Дедушка отечественной рыбалки Леонид Павлович Сабанеев отмечал эту интересную особенность. Он писал, что лещи хорошо ловятся в полнолунии, в то время как вся остальная рыба перестает ловиться совсем. Прошло время, ситуация не изменилась. Поменялись только снасти. Современные рыболовы предпочитают высокоуловистую спортивную донную снасть фидер. Во время ночной ловли леща на Истринском водохранилище нет необходимости делать дальние забросы. И хотя для облова ближних дистанций достаточно захватить удилище длиной от 2,5 до 3 метров, ночью лучше все же применять более длинные палки. Это позволяет рыболову максимально быстро оторвать кормушку от дна и вывести ее к поверхности, а значит избежать зацепов. Лещ-рыба стаянная и кормиться предпочитает в окружении собратьев. Неудивительно, что вслед за первой поклевкой следует другая и начинается новая борьба с крупной рыбиной. Маловероятно, что лещи испытывают сочувствие к куда-то девшемуся товарищу и жаждут разделить его судьбу. Скорее их влечет желание утолить чувство голода. Даже после длительного вываживания у крупного леща, как у бегуна на дальней дистанции, остаются силы на последний рывок. И если спортсмен рвет алую ленточку, которая для того и повязана организаторами соревнований, то лещ обрывает леску, которую рыболову привязывают совсем не за этим. Чтобы избежать обрыва, необходимо правильно настроить фрикцион и держать леску постоянно натянутой. Главный показатель усталости леща, когда рыба ложится на бок. Без проблем извлечь трофей из воды поможет большой подсачек с длинной не менее 4 метров ручкой. Лещ слишком хорошо известен каждому, чтобы в подробностях описывать его внешний вид. Как утверждают рыболовы, по сравнению с другими карповыми рыбами, да и по сравнению с большинством пресноводных рыб вообще, лещ – настоящий гигант. Конечно, это сложно оценить при взгляде на подлещика размером с ладонь. Взрослые лещи достигают до 45 сантиметров в длину и весят 3-4 килограмма. Но по утверждениям бывалых удильщиков, изредка попадаются монстры более 70 сантиметров в длину и весом под 6 килограммов. А высоту в холке им никто измерить не догадался. Ночная ловля леща возможна не только в летнее время года. Он неплохо клюет вплоть до конца октября. Активность его при этом, конечно, не так высока, как летом. Но желание целенаправленно пойти на ночную рыбалку за лещом вполне имеет право на существование. Противникам этой идеи стоит показать пару фотографий с осенними трофеями. Истринское водохранилище имеет сложную изрезанную форму и включает в себя несколько крупных заливов и плесов. Протяженная неровная береговая линия в сочетании с мелководными, заросшими участками создает хорошие условия для жизни и процветания самых разных подводных обитателей. Всего в водохранилище насчитывается около 20 видов рыб, но основной объект ловли в Истринском – именно лещ. Ночь закончилась, и утро вступило в свои права. Крупный ночной лещ уступил место мелкому подлещику в Латве и Уклеке. Любопытно, что раньше в Истринском водохранилище леща практически не было. Впервые он появился здесь только в 1940 году, когда по приказу партии из канала имени Москвы было переселено около 500 особей. Вскоре, благодаря превосходным природным условиям для размножения обитания, численность леща резко выросла, и он стал практически основной рыбой водохранилища. Даже небольшой лещ – отличный трофей и для новичка, и для мастера рыбной ловли. Начинающие рыболовы ценят подлещика за бойкий клев. Даже не обладая особым опытом, можно наловить десяток ладонников. Так иногда называют молодых лещей размером с ладонь. Профессионалы ценят лещевую ловлю за спортивность, а самих лещей – за приятные сердцу рыболова размеры и повсеместное распространение. Эту рыбу можно ловить почти во всех водоемах европейской части России. Как известно, лучший способ сохранить рыбу – это просто взять и отпустить ее обратно в водоем. Рыболовы, удовлетворенные успехами сегодняшней рыбалки, делают это с легкостью и даже некоторым изяществом, пусть и малозаметным на первый взгляд. Удовольствие от времени, проведенного на рыбалке, не всегда измеряется сковородками жарков из рыбы и котелками ухи. С мелкими узниками зеленого ведра рыболовы особо не церемонятся. Им предстоит коллективная амнистия и немедленное вытряхивание из мест лишения свободы. К серьезным трофеям отношение особое. Отпуск на волю крупной рыбы – это целый ритуал, который у каждого рыболова разный, но неизменно торжественный. Постепенно вся пойманная рыба приходит в чувство терять сонливость и, махнув на прощание плавником, отправляется в дальнейшее плавание. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова